Подача жидкости в объемных насосах осуществляется за счет изменения объема рабочей камеры. Это изменение может быть обусловлено не только перемещением поршней, но и работой других механизмов. Рассмотрим подробнее работу шестерен в зубчатом зацеплении. В момент выхода зубьев из зацепления образуется дополнительный объем, а в момент входа зубьев в зацепление этот объем уменьшается. Если поместить шестерни в герметичную камеру и разместить их таким образом, что область выхода зубьев из зацепления будет соединена с линией всасывания, а область входа зубьев в зацепление с линии нагнетания, получим шестеренный насос. Рассмотрим его работу. В герметичном корпусе на втулках подшипниках размещены две шестерни, одна ведущая, соединенная с приводным двигателем, вторая ведомая. При выходе зубьев из зацепления объем камеры увеличивается, что вызывает падение давления ниже атмосферного. Жидкость из бака под действием давления атмосферы поступает в насос и заполняет пространство между зубьями и корпусом. При вращении шестерен жидкость движется по периметру к области нагнетания, где зубья вновь входят в зацепление. В этот момент объем камеры уменьшается, и единственный путь для жидкости – канал нагнетания насоса. Она вытесняется туда, преодолевая возможное сопротивление. Важно понимать, что жидкость в шестеренном насосе течет не через зацепление, она не может там протечь, ведь зазоры в зацеплении очень малы, жидкость движется по периметру во впадинах между зубьями, а зацепление позволяет осуществлять всасывание и нагнетание. Более того, попадание даже небольшого объема жидкости непосредственно в зубчатое зацепление – явление опасное и нежелательное, так как жидкость оказывается запертой в зацеплении, а зубья ее сдавливают. Давление жидкости в этом объеме может достичь огромных значений, а насос может заклинить и сломаться. Поэтому в шестеренных насосах в зоне зацепления выполняют разгрузочные канавки, позволяющие вытечь жидкости из ловушки. В насосах серии НШ и большинстве импортных насосов шестерни устанавливают на подшипниках скольжения. В корпусе насоса размещаются алюминиевые втулки-подшипники. В них выполнены канавки для обеспечения смазки вращающихся деталей, а также для отвода утечек в зону всасывания. В подшипнике установлены валы шестерни. Герметичное разделение каналов всасывания и нагнетания обеспечивают фасонные уплотнения. Корпус замыкает передние и задние крышки. Для уплотнения зоны сопряжения крышек и корпуса используются резиновые кольца. В передней крышке установлен сальник, уплотняющий ведущий вал. Валы с шестернями могут быть установлены и на подшипниках качения. В показанном насосе применяются игольчатые подшипники качения. В корпусе насоса, так же как и в предыдущем примере, установлены две шестерни – ведущая и ведомая. Разгрузочные канавки при отсутствии втулок подшипников выполняют на крышке. Этот насос можно не только закрепить на фланце, но и установить на лапах. Зубчатое зацепление может быть не только наружным, но и внутренним. Значит и насос можно создать не только на основе наружного зацепления, но и на основе внутреннего. Рассмотрим подробнее работу внутреннего зубчатого зацепления. Как и в наружном, в нем зубья входят в зацепление в одной зоне, а выходят в другой. В месте выхода зубьев из зацепления расположим канал всасывания, а в месте входа – канал нагнетания. В текущем состоянии насос работать не будет, линии всасывания и нагнетания не разделены, поэтому добавим разделитель. Теперь насос будет работать. В момент выхода зубьев из зацепления жидкость будет заполнять пространство между зубьями. При дальнейшем вращении шестерни жидкость будет доставляться в область входа зубьев в зацепление, откуда будет вытесняться в канал нагнетания. Шестеренные насосы с внутренним зацеплением работают плавнее насосов с наружным зацеплением, но и стоят они дороже из-за более высокой сложности изготовления. Насос позволяет преобразовать механическую энергию в гидравлическую, а гидромотор, наоборот, преобразует энергию потока жидкости во вращение вала. Гидромотор, так же как и насос, может быть шестеренным. Видео о шестеренных гидромоторах уже доступно на нашем канале, ссылка на него есть в описании. Рассмотрим некоторые возможные неисправности шестеренных насосов. Износ шестерен. В результате износа шестерен нарушается геометрия зубчатого зацепления, и оно становится негерметичным. Насос с изношенными шестернями не сможет развить высокое давление, а его подача будет ниже номинальной. Износ сальника. Если насос установлен вне бака, то при износе сальника можно наблюдать намасливание вала, появление капель. Так же при нарушении герметичности уплотнения вала в корпус может попадать воздух, что вызовет пенообразование. Повреждение уплотнений. В результате чего жидкость может перетекать из зоны нагнетания в зону всасывания. Признаками этой неисправности является снижение давления и подачи. Шестеренные насосы применяют для подачи рабочей жидкости в гидроприводе прессов, станков, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, тракторов, бульдозеров, экскаваторов. А также для подачи масла в системах смазки станков, двигателей, автомобилей.